Значит, в 50-м году был создан Конгресс за свободу культуру. Там замечательные люди собрались. А где? Если не ошибаюсь, в Париже. В 50-м? Да, в 50-м году. Значит, Андре Мальро, Артур Кёстлер, вот это зримое дело. Андре Жид, Жид в хорошем смысле слова. Ну и с этим. Да, Раймон Арон, Бертран Рассел и так далее и тому подобное. Масса, все интеллектуалы. Да нет, так что ни имя, то ого-го. Да, да, да. И вот сейчас у нас замечательное издательство Кучково-Поле выпустило книгу некой Фрэнсис Сондерс, которая проработала все западные архивы, в том числе и архивы спецслужб. И выпустила огромную книгу, где там показано, как ЦРУ все это создавало и финансировало. Что интересно, и без русских не обошлось. Значит, формально руководителем этой организации, секретарем, был двоюродный брат Набокова, автор Аллолиты. Ну, это, на мой взгляд, самый слабый роман, да, самый хороший роман, у него всем рекомендую «Дар» называется. И композитор такой, которого никто не знает, Николай Набоков. Значит, тоже такая загадочная личность, очень загадочная. И вот это Конгресс свободы культуры, пока его не разоблачили в 67-м году, вот окучивала деятелей культур-мультур по всей Европе, и не только в Европе, и в странах Азии, и так далее. Спроводила Конгрессы, издавала массу литературы. Наверное, премии, финансовую сумму существования. Были, значит, и левые, и троцкисты всякие. Изначально там в руководстве состоял Давид Руссе, такой французский троцкист и так далее. Сионисты, Тоскофайл, который одурачил Уройла и так далее. То есть огромное количество людей, которые считались порядочными, честными, независимыми интеллектуалами, а потом оказалось, что весь этот обед оплачивала ЦРУ. Банально, примитивно. Ну, факт. Факт, реальный факт. И, значит, это дело прикрыли. В это время вот эти операции ЦРУ проводила через разные фонды. Ну, вот есть фонд, да, там. Какой-то? Да, вот наши, например, иностранные агенты, они финансируются какими-то фондами. Вот доказанный факт, что в эти годы 170 западных фондов использовались для финансирования. Через них деньги ЦРУ вкачивались какие-то вот такие вот проекты культурные, исторические, идеологические. Не говоря, свободу, свободная Европа, радиусу. Да, да, да. Ну, мы про историю говорим. Да, да. То есть это все, значит, все эти люди, все эти благородные джентльмены, дамы и господа, дорогие товарищи, они все существовали на деньги ЦРУ. Они, значит, очень разумно расценили, что так как Советский Союз, это, как я уже сказал, идиократическое государство, в том числе и в области культуры, там есть некая идея. Там лишне говорить, что, например, руководителем реальным вот этого Конгресса за свободу культуры был американский оперативник, крупный оперативник ЦРУ Майкл Джо Салсон, выходец из Эстонии. Крупный оперативник ЦРУ. Вот этот интернационал сопротивления, куда входили, значит, Буковский, Владимир Максимов, который потом горько разочаровался и проклинал себя за все это. Возглавлял реально оперативник ЦРУ Арбет Жоли, который одновременно был крупнейшим торговцем африканскими алмазами, кстати говоря. Там Бакайсе фальшивый алмаз всучил там и так далее. А, то есть, и людоеду прям фальшивый алмаз, да? Да, да, да. Такой был авантюрист, каких свет не видал. Но это реально крупные работники ЦРУ. Вот, кстати, об их и моральном облике, этическом и так далее. То есть, везде это все было не само по себе. Вот эти все исторические исследования, ну, естественно, не эти, не педофилы. Саш, ну ведь пошел целый вал. Например, Великий террор. Да, да, да. Я об этом... Извини. Извини. Не они это вырабатывали. Я думаю, что, конечно, вот вся эта организация, которая создалась, она основной упор делала на выработку каких-то вот ключевых мифологем, которые должны были разгромить нашу идеологию. Саш, у нас осталось до новостей пять минут. Вот если можно... Мы их все знаем. Вот все, что публиковали в конце, ну, начиная с 87-го года, если быть точнее, Огонек, Московские новости, Новый мир и так далее, все это и было выработано еще, начиная с конца 40-х годов. Я бы сказал ключевое. То есть то, что давали бесплатно приезжающим в СССР... То, что у нас печатали и раздували, вот эти прорабы перестройки и так далее, все, что они обсуждали. Вот все эти темы, мы все их хорошо помним, там... Ленин, Сталин, Великая... Сталин, там, да, уголовник. Отечественная война. Да, Великое поражение в 41-м году. Кстати, возвеличивание... Не возвеличивание, а Троцкий. Голодомор, Архипелаг, ГУЛАГ. Значит, все вот эти мифологемы, они были выработаны. Да, и главное, что сейчас самое опасное для нас, это то, что Советский Союз оккупировал народы Прибалтики, Восточной Европы и так далее, что мы не армия-освободители, а мы армия-оккупанты. Мы люди, которые, значит, воспользовались ситуацией, захватили, присоединили, покорили, уничтожили, разрушили, развалили. Значит, вопреки очевидным историческим фактам, которые все почему-то одновременно забыли в 87-м году. А потом смотри, Саш, наверное, у них же это не стоит на месте, всё развивается. Поначалу не было мифологемы, что СССР, что Гитлеровская Германия, одно и то же. Сталин и Гитлеры, братья-близнецы, это попозже появилось. Да, теория тоталитаризма появилась, Ханаринт и так далее, которую уже, кстати, в 60-е годы уже серьёзные учёные сказали, что это всё блеф, чушь, не подтверждается фактами и так далее. Но, тем не менее, до сих пор у нас это всё навязывается, и у нас значительная, я бы сказал, основная часть наших историков, она придерживается именно всех этих вот теорий и так далее. И вот любая дискуссия у нас, они воспроизводят это то, что было вырабатываться, начало это вырабатываться, значит, кстати, фонд Рокфиллера активно финансировал это, и, значит... Вот я хотел сказать, Саш, вот вопрос какой. То, что государство направляло какие-то средства, это понятно, но ты говоришь, что это не были столь уж значительные деньги, деньги там считали, и очень внимательно... Это были совместные деньги, ну, например, тот же Rent Corporation, это, с одной стороны, частные пожертвования от тех, кого у нас сейчас принято называть олигархами, с другой стороны, это деньги армии, ну, это в основе стояло ВВС, вообще ВВС играло большую роль, потому что, если я напоминаю, были разные там планы, дропшоп и так далее, бомбёжки, им надо было изучать стратегические направления, где что бомбить, как что вот они... Бомбить в Советском Союзе? Да, да, они изучали нашу страну, культуру, мультур и всё остальное с точки зрения, где что разбомбить. В общем-то, всё это носило прикладное... А под это появились и всякие конквисты и тому подобное, и третье-десятое, и историки, философы, и социологи... Якобы историки, да. Якобы историки, да, они назывались тогда советологи. И кремленологи. И кремленологи. И кремленологи, целая армия вот этих людей, ну, у нас все знают Конквиста, он был таким, что ли, самым ярким и самым таким... Кстати говоря, тоже ренегат, тоже был в левом движении, прогрессивным. А правда, что сотрудник спецслужб? Ну, а потом, значит, с ним стали сотрудничать, он понял, что, будучи борцом за свободу, там, скажем, денег не заработаешь. Ну, да. А здесь они есть. Любой к свободе приходит, уходит, а кушать хочется каждый день, несколько раз даже. И поэтому вот типичная биография вот такого ренегата. Предателя. И, кстати говоря, во главе вот всех этих антикоммунистических организаций, центров и так далее, с самого начала американцы ставили ренегатов предателей. Мы тут видим самых разных предателей, там итальянский писатель Игнасио Силоне, бывший член политбюро итальянской компартии, Рут Фишер, которая возглавляла компартию Германии до Тельмана и так далее. Родных братьев выдало. Кстати, чуть не посадили, один сбежал, другого там композитора пришлось выпустить. То есть огромное количество вот этих ренегатов, которые сознательно... Джейн Ловстон, лидер компартии США, сотрудник ЦРУ, который сотрудничал с ЦРУ против нашей страны. Не говоря про людей, скажем так, левых убеждений, тот же Бернар Леви, Глюксман. Ну, это да, это целая серия, это рейгановский удар, это, я бы сказал, второй удар, первый, я бы сказал, это конец 40-х, начало 50-х, второй, это начало 50-х рейганов связано. Это вот новые философы во Франции, бывшие маисты. Вот этот Андрей Глюксман, который умер незаметно в прошлом году, ну, сын его дело продолжает. Интересно, его отец этого Глюксмана был агентом ГРУ. Он, значит, по банковской части деньги, значит, для разведки отмывал и там, значит, занимался в Китае всякими делами. Погиб трагически во время войны. Сынок его оказался самым более революционным, чем отец коммунистов, он оказался маистом. Ух ты! Он за Мао, да, был лидером маистов французских. Потом он понял, что любовь к маизму приходит и уходит, а кушать тоже ходит. Обязательно! Да, и он стал, значит, вот новым философом, так называемым. Хорошо оплачиваемым, один из самых, так сказать, оплачиваемых. Это, подо всё это деньги шли, всегда шли деньги. Вот, к сожалению, и вот эти интеллектуалы оказали очень падки на это искушение. Эта работа продолжается и очень активно ведётся. А, к сожалению, да, вот в нашей стране я не вижу людей, которые бы понимали, насколько опасны все эти мифы. Я, опять же, хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не говорю, что не надо изучать историю репрессий, не надо изучать там трагедию голода 1933-1934 годов, не надо изучать причины временных неудач в начале войны, не надо изучать историю ГУЛАГа. Надо изучать, но это надо не превращать, не расковыривать вот болячку, не превращать это в какой-то садомазохистский процесс под лозунгом «Покайся, Ваня, тебе срок скостят». Да, пока, Алексей Иванович, тебе с нисхождением выйдет. С нисхождением выйдет, да. А надо изучать с точки зрения науки. Всё должно быть... Вообще наша история, такова история России, что нам не заштакается и краснеть. И не перед кем. Мы сделали гораздо больше для цивилизации позитивного, чем любой другой народ. По-любому. Это можно посмотреть целую передачу. Сколько Россия сделала для цивилизации позитива. Да, у нас были постыдные какие-то некрасивые страницы, да, вот связанные там в разные времена с разными людьми. И там последнее, я считаю, это вот предательство наших союзников в конце 80-х, начале 90-х годов, что на совести Горбачёва, Ельцина, ну не только их. Конечно. Не только их. Так с этим-то тоже разобраться надо. Да, да, да. То есть должно быть научное понимание этих вопросов. И в связи с этим я бы хотел... Для меня непонятно, а вот почему вот у нас принята вот эта концепция возвеличивания всего царского. и фактически иезуитская политика в отношении советского прошлого, когда внешне что-то якобы хвалится, а на самом деле всё ругается. Сходили бы вот на эту знаменитую выставку, которую Патриарх открывал. Это яро-антисоветская выставка, где прославляется царский период и оплёвывается советский. Причём очень любопытно, Саш. Гагарин — это мы сделали, хоккей — это мы, бесплатная медицина — это мы, а вот вы — это сталинский репресс. Да, да, символ — это прокурор Поклонская с портретом Секона Николая II на Бессмертном полку. Это вот это как раз то, что хотели бы, то, что придумал Кеннон в начале 70-х годов. Это его концепция того, какую историю надо навязывать России. Кеннон и созданный им институт, и историки, которые под его патронажем были, именно они ещё в середине 70-х годов выдвинули эту идею, что либерализмом Россию не сокрушить, а надо... Кто привёл Россию к отставанию? Кто привёл Россию к созданию неразрешимых проблем? Ну, мы об этом говорили, там, земельные, рабочие, национальные. Кто привёл? Царь-батюшка. Значит, и вот именно, если навязать вот эту концепцию, что при царе-батюшке всё было зашибись, коммунизм, значит, а Советский Союз — это империя зла, то тогда России уже и не опасно. И это и проводится. На самом деле у нас во власти, помимо вот... Есть открытые такие, вчера опять по НТВ показывали этих людей, совершенно для меня непонятно для чего, Навальный, там, прочие-прочие, там, иных уж нет, а те далече. Вот это открытая такая пятая колонна. Это пятое, да. Иностранные агенты, это всё... У нас во власти есть люди, которые совершенно являются странными людьми, мягко выражаясь, грубо говоря. То есть они не разделяют этих ценностей. Я не говорю, что каждый бывший член Яблока, вступивший в Единую Россию, — это потенциальный предатель. Конечно, нет. Многие пошли просто ради материальной выгоды. Но идеология-то осталась, по которой они пришли в Яблоко. Причём иногда, Саш, когда говорят, что Сталин, так 20-й съезд его осудил. Я никогда не слышал о том, что был суд, где был адвокат, обвинители, а съезд это не суд. И потом очень интересно, что у нас вот эти монархистные люди, они смыкаются с либералами. Вот для меня было вообще... Я впервые обратил это внимание, когда вот это была знаменитая дискуссия по поводу Войкова и метро Войковска. Там же выступили единым фронтом все наши патриоты из патриотов, монархисты из монархистов. И вместе с ними Лев Пономарёв, Людмила Алексеевна и вся вот эта либеральная публика. И вот это уже должно насторожить, это уже должно заставить задуматься. Ну вот у меня такой вопрос. В общем-то, в холодную войну всё ясно. И докторина Далеса, наверное, это подтверждает. А вы можете вот согласиться со мной и с теми, кто вот слушает и радио, и телевидение смотрит иногда, что сейчас у нас эта холодная война идёт внутри. Это пропаганда, никакая-то не история. Я вот слушаю иногда, вот кроме вашего радио, нечего и слушать. Понимаете? Спасибо, да. И тут холодная война. Ну я уже в этом сказал, да. Спасибо большое, Лариса. Действительно, и я вот уже сказал о шестой колонии. Действительно, к сожалению, в нашей стране вот эта государственная политика, она скорее вредная проводится, чем полезная. Что действительно, на одно полезное потом совершается два вредных и каких-то... Двадцать два, Саша. Ну нет, не будем привычивать. Ну скажем, на одно полезное два вредных это уж точно.